Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня у нас будет обзор на чрезвычайно интересный ковер от Climate, который называется Insulated Double V. Этот ковер мне на обзор предоставил официальный дилер Climate в России. Ссылка на них и на промокод на скидку в описании к ролику. Чем же интересен этот ковер, уже спрашиваете меня вы. Тем, что это двойной надувной ковер. Он рассчитан на двоих человек. Как вы знаете, мы в основном в Стане ходим в походы вдвоем. Наверное, в 80% своих походов я хожу вместе с женой. Поэтому этот вариант мне показался чрезвычайно практичным. Так это или нет, я, наверное, поделюсь своим мнением чуть позже, когда до конца распробую эту тему двойных ковров, выпущу подробный ролик, оно вам надо или нет. А пока обзор именно на этот ковер Insulated Double V от Climate. Если коротко давать характеристику этому ковру, я скажу, что он предназначен для тех, кто ходит вдвоем, разумеется, потому что это двойной ковер, и для тех, кто экономит вес своего снаряжения. Это не какая-то надувная кровать, которую вы возите в багажнике своего автомобиля и которая весит как пол грузовика. Этот ковер предназначен для тех, кто носит свое снаряжение на себе, в своем рюкзаке. Это история для тех, кому важен вес снаряжения и для тех, кто хочет попробовать именно двойной ковер, потому что вещь это все-таки специфическая. Хотя для кемпинга он в принципе тоже подойдет, но мне кажется это будет не очень практичная история, потому что в кемпинговом сегменте существуют гораздо более комфортные, толстые, такие удобные ковры с флисовым ворсом, мягенькие. Мне кажется этот ковер все-таки больше для тех, кто экономит вес, такая больше легкоходная история. Вес этого ковра 1,470 кг, R-Value 5, хотя на сайтах я находил другое R-Value 4,4, но я буду верить тому, что написано на упаковке, на упаковке написано R-Value 5. 1,470 кг это получается 700 граммов на брата, в принципе неплохой вес для двойного ковра. Конечно одинарные коврики могут быть гораздо легче и в принципе гораздо теплее, но поскольку это формат двойного ковра, то мне кажется 700 граммов это вполне допустимый вес. Надо понимать, что это все-таки такое специализированное снаряжение, где все заточено под снижение веса. В ковре использована технология Body Mapping, я с ней уже сталкивался в других коврах Climate. Вот эти вот спайки, особые такие дыры, это и есть технология Body Mapping, то есть в тех местах, где вы упираетесь телом в ковер, такие как плечи, бедра, пятки, затылок, ковер максимально надут. А в тех местах, где ваше тело с ковром не соприкасается, он надут поменьше, тем самым мы экономим вес материала. Получается довольно комфортная история при низком весе. В ковре мы видим V-образные камеры, они также предназначены для того, чтобы вам было лежать комфортно, для того, чтобы вы с ковра не скатывались. И в принципе я этими V-образными камерами остался доволен. Действительно лежать очень даже комфортно. Хотя если их сравнивать с классическими камерами надувных ковров с продольными или горизонтальными, то возможно на продольных и горизонтальных камерах спать будет чуть-чуть удобнее. Здесь все же такая легкоходная история. Несмотря на всю легкоходность, ковер сделан из достаточно толстой ткани, полиэстер на 75 Денье. Предположу, что это потому, что ковер американский, а у них в легкоходной среде принято ходить с укрытиями без пола, с различными тентами и прочей такой историей. И в принципе подобную толщину ткани можно стелить прямо на лесную подстилку. Ну может быть какой-то футпринтик подстелить. Я небольшой любитель стелить ковер без футпринта, но производитель говорит, что так можно. Габариты ковра 115 на 188 сантиметров. Толщина ковра 7,5 сантиметров. 7,6 даже по-моему. В принципе хорошая ширина, можно очень комфортно спать вдвоем, не ютиться где-то с краю. Я брал ковер из расчета, чтобы он покрывал все дно двухместной палатки. Кстати, это не просто надувной ковер, внутри есть еще утеплитель Клима Лайт, что делает этот ковер пригодным для минусовой температуры. И мы видим R-Value 5, это в принципе довольно высокий R-Value, пригодный для четырехсезонного ковра. Можно ходить с ним и зимой. Ну может быть совсем сильные минусы, нужно будет что-то подложить под него или взять ковер с большим R-Value. Но производитель говорит, что он годится до минус 7. Ну то есть до поздней осени можно будет ходить с этим ковром. Для зимы, ну наверное, стоит взять ковер потолще или просто с большим R-Value. Утеплитель в принципе неплохое решение, хотя если бы они сделали все-таки эту технологию с фольгированными перегородками, они бы, мне кажется, сделали ковер легче и R-Value возможно был бы больше. Но я не уверен, что эта технология возможна в двойных коврах. Ну это, в общем, сложный вопрос технологический. Но мне кажется, все-таки фольгированные перегородки круче, чем утеплитель. Первое, что меня поразило в этом ковре, это то, что его чрезвычайно легко использовать. Я ожидал большие мороки от двойного ковра. Я думал, что его будет сложнее надувать, сложнее упаковывать обратно в этот мешок. Оказалось, все чрезвычайно просто. Мешок по совместительству является еще и насосом. Это просто бомбическая вещь. Вам не нужно работать легкими, надувать двойной ковер легкими. Мне кажется, это просто ужасно. Особенно в какую-нибудь прохладную погоду можно, когда надуешь ковер, остаться просто с воспалением легких. Здесь все делает за вас вот этот вот германасос. Плюс вы не выдыхаете влагу от вашего дыхания внутрь ковра, и там не заведется плесень и различные другие неприятные истории. На ковре удобные клапаны. Целых два. Один для надувания, другой для сдувания. Сколько в ковре два клапана, сдувается он чрезвычайно быстро. Не нужно вот все вот это ждать, пока там выдавливать этот воздух из ковра. У него два клапана, один на вход, другой на выход. И вообще за простоту в использовании этому ковру я оставлю 5 баллов. Можно даже вашу женщину заставить надувать этот ковер вот этим гермой-насосом, пока вы ставите лагерь. И больше не будет отмазок в стиле надувать свои ковры сам, у меня голова кружится. Еще один прикольный момент, что вот этот вот чехол от ковра, а.к.а. его насос, он внутри как герма. То есть здесь все такое водонепроницаемое. И в принципе, когда вы надули ковер, вы сюда можете убрать какие-то ваши вещи и положить их, например, в тамбур палатки. Ну, дополнительная защита вещей от влаги. Это тоже полезная вещь. Пробежимся по основным минусам, чтобы вы не писали мне потом в комментариях, что я исключительно нахваливаю вещи, которые мне присылают на обзор. Во-первых, я выбираю вещи, которые я обозреваю исключительно сам. Право выбора всегда остается за мной. Я выбираю только те вещи, которые интересны мне. И минусы я всегда тоже озвучиваю. Этот ковер не так сказочно удобен, как двойные кемпинговые ковры. В-образные камеры, которые заточены под то, чтобы ограничить циркуляцию воздуха внутри ковра, не так удобны, как сплошные горизонтальные или вертикальные камеры в надувных коврах. Кило 400 с копейками. Это примерно по 700 граммов за ковер на человека. Вес, в принципе, среднестатистического надувного ковра. Если вы возьмете одинарный надувной ковер, то вы найдете версии гораздо легче, чем 700 граммов и иногда даже с большим R-value. В принципе, экономии по весу здесь нет. Но нужно учитывать, что это все-таки двойной ковер. А из двойных ковров этот один из самых легких и я, наверное, скажу, что даже, наверное, самый компактный. И мы плавно переходим к плюсам. Компактность. Мы видим, что габарит ковра в сложенном виде, в принципе, как у обычной одинарной самонадувашки. Это просто нереально компактный ковер, который легко можно возить с собой в ручной клади, когда вы куда-то летите. И, в принципе, в рюкзаке он не занимает так много места, как два ковра. Видим, что в сдутом виде ковер просто невероятно компактный, как стандартная самонадувашка. Только это двойной ковер. Второй плюс, я уже упоминал, это комфорт при использовании. Его очень легко надувать, очень легко сдувать и очень легко упаковывать обратно в эту упаковку. Я думал, что придется возиться подольше. Хорошая ширина, не слишком широкий, чтобы не повышать вес ковра, но при этом и не слишком узкий, чтобы кому-то из людей, спящих на этом ковре, приходилось ютиться где-то с краю. Реально очень хорошая ширина, во всяком случае, мне она абсолютно подошла. Прочная износостойкая ткань. Можно не так сильно заморачиваться с футпринтом и бояться, что вы где-то проколите этот ковер. Конечно, это возможно, как и с любым надувным ковром, но здесь вероятность гораздо меньше. Плюс, в комплекте с этим ковром идет ремкомплект, что тоже достаточно важная вещь и, несомненно, является плюсом. К тому же, на этот ковер пожизненная гарантия. Если вдруг что-то не так, можно всегда его сдать по гарантии и вам заменят ковер или починят его или вернут деньги. Это, несомненно, показатель качества, когда бренд дает пожизненную гарантию на свои вещи. Кому могу посоветовать этот ковер? Тем, кто носит свое снаряжение на себе, в своем рюкзаке. Для тех, кто возит свое снаряжение в багажнике автомобиля, я, конечно, посоветую какой-нибудь другой тяжелый, комфортный, толстый кемпинговый ковер. Это история для тех, кто экономит вес своего снаряжения и носит его внутри своего рюкзака. Кому еще могу посоветовать этот ковер? Разумеется, тем, кто ходит вдвоем, потому что ковер двойной. И тем, кому надоело скатываться с ковра и просыпаться где-то мимо ковра на сырой земле с отмороженным боком. С этого ковра скатиться будет некуда. Во всяком случае, у меня он покрывает практически весь пол двухместной палатки. И это невероятный уровень комфорта. Абсолютно такие новые ощущения, когда ты с ковра никуда укатиться не можешь. Для меня это важно, потому что я последнее время сплю на довольно узких коврах. И у меня все время то плечо упадет, отмерзнет, то рука как-то, блин, примерзнет к дну палатки. Здесь, ну, в общем, другой уровень комфорта. Это мне тоже очень понравилось. В этом, в принципе, и заключается основная суть и принцип двойных ковров. Вы никуда с них не скатитесь. Вам будет комфортно спать, особенно если вы спите со своей второй половиной. Это тоже, блин, важный бонус. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого ковра. Вообще, пользовались ли вы когда-нибудь двойными коврами? Если пользовались, пишите, какими. Будет интересно почитать. Не забудьте поставить лайк этому видосику, поделиться им со своими друзьями. Будем вместе развивать адекватную туристическую движуху. Не забудьте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Если вы не нажали до сих пор этот колокольчик, нажмите. YouTube просто карает всех блогеров и не рассылает новые видосы в ленту, если не нажать этот дурацкий колокольчик. Подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке и Инстаграм. И, конечно же, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока.